В администрации Северского района прошло очередное планерное совещание. Перед обсуждением повестки в торжественной обстановке три семьи муниципалитета получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. Участниками федеральной программы могут стать молодые семьи, постоянно проживающие на территории сельских поселений, которых возраст супругов не превышает 35 лет и имеется подтвержденная нуждаемость в улучшении жилищных условий. В рамках планерного совещания провели заседание районной антитеррористической комиссии. Обсудили вопросы общественной безопасности в период предстоящих праздников – весны труда, Дня Победы, Великой Пасхи и Радоницы. Отделу МВД по Северскому району рекомендовано выполнить весь комплекс мер по охране общественного порядка и организации дорожного движения. Главы поселений возьмут под особый контроль общественные места. Мемориалы и памятники будут круглосуточно охраняться с 1 по 10 мая представителями казачества, добровольных дружин и частных охранных предприятий. 1 мая в большинстве поселений не планируется проведение крупных мероприятий с участием большого количества граждан. А вот концерты и закрытые мероприятия к 9 мая пройдут почти во всех поселениях района. Выездные поздравления готовят ветеранам Великой Отечественной войны. У нас в районе их осталось четверо – в станице Северской и поселках Черноморском и Ильском. Большое количество людей соберут религиозные праздники. На Пасху храмы будут охраняться, кое-где даже перекроют улицы для обеспечения единого подъезда к религиозным сооружениям. Масштабный пасхальный фестиваль 5 мая планируется в станице Смоленской. Сотрудники полиции заверили, что для обеспечения безопасности имеются все необходимые силы и средства.